В этом году исполняется 80 лет известной гимназии номер 5, бывшей полусотки. В далеком 1938 году Сталинградская школа номер 50 была одной из первых в Ворошиловском районе, который только начинал свое развитие. Она же была первой открытой сразу после Сталинградской битвы в 1943 году. За свою славную историю учебное заведение вручило аттестаты зрелости более 50 тысячам выпускников. Полусотку всегда отличал особый дух традиции, сотрудничества и преемственности поколений. Об успехах и результатах юбиляров наш следующий сюжет. В атмосферу тепла и дружелюбия погружаешься сразу, как только переступаешь порог этой школы. И сразу веришь, так было и все предыдущие годы, какой бы период не переживала страна и какие бы катаклизмы не происходили в мире. Неформально эту гимназию можно считать уголком детства, где есть все для гармоничного развития подрастающего поколения. В чем секрет? Современная гимназия – это дом, который строился учителями, сотрудниками школы, учениками, родителями разных поколений. И гимназия складывалась по кирпичику из славных дел, качеств личностей, талантов, стараний. И каждый внес что-то свое. И я думаю, что результат у нас впечатляющий, потому что в настоящее время гимназия встречает юбилей в хорошей форме. Ежегодно гимназия находится на лидирующих позициях самых разных рейтингов. Гимназисты, участвуя в языковых олимпиадах по английскому, немецкому и французскому языкам регионального, всероссийского и международного уровня, получают высокие места. Таким образом, ценный опыт системы волгоградского образования становится примером для других регионов. Имея в основе глубокие традиции, гимназия стала региональной инновационной площадкой проектирования школы классического образования. Больше половины педагогов имеют государственные награды и являются обладателями президентских грантов и премий губернатора Волгоградской области. А юбилей стал поводом еще раз вспомнить о тех, кто открыл путь к успеху. Я с огромным уважением говорю о тех, с кем я тогда работала, о директоре, о нашем коллективе, где ничего у нас не изменилось по отношению к каждому ребенку. Мы знали, что школа, второй дом, я без пафоса говорю совершенно точно. Мы помогали, как могли, и этим я действительно горжусь. Я могу назвать много-много учителей, которые мы вместе делали это великое дело. К великому здесь относят не кубки и дипломы, которых в гимназии, конечно же, огромное количество, а особую атмосферу творческого сотрудничества и взаимопонимания. Такое пространство и питает успехи всего коллектива. Именно это и отмечают выпускники юбилейного года. В трудных ситуациях мы приходили друг к другу на помощь, несмотря сколько нам лет был дружный класс. У нас был очень дружный класс. Большим плюсом было то, что мы сдружились. То есть мы из разных классов ездили в Китай, и там именно учились дружиться. В другом городе, одни без родителей. Нам в девятом классе это очень тяжело. Именно эта дружка помогла. Я два раза победил на стихотворном конкурсе. И вот этот успех действительно без поддержки школы я бы не смог. Потому что вот когда первый раз я участвовал, учительница по литературе, Папова Светлана Сергеевна, она предложила мне, я сказал то, что я поэт в принципе, и она предложила мне поучаствовать. Каждый гимназист здесь является гордостью гимназии, как творческая и неординарная личность. Подтверждением служит новая традиция – вручать знак гимназиста, отличившимся в нескольких сферах деятельности. Так, видя успехи своих одноклассников, ребята стремятся быть наравне и понимают, Реальных успехов достичь можно в любой сфере, будь то спорт, изобразительное искусство или просто учеба. Достижений много и в учебе, и в спорте, и в сфере искусства. И все это благодаря не только моим родителям, но и, конечно же, гимназии, которая всячески меня поддерживает. Она всегда готова была бросить все силы, чтобы меня как-то воодушевить, поддержать меня. Без учебы не может быть спорта, без спорта не может быть учебы и рисования, потому что все это тяжелый труд, к которому меня приучали и дома, и в школе. 80-й юбилейный выпуск оставляет свое наследие будущим гимназистам, свои успехи и новые начинания в традициях освоения знаний. И благодарность предыдущим за атмосферу дружелюбия и тепла. Вот эта атмосфера в коллективе, единство и понимание, конечно же, основано на исторических традициях, потому что история полусотки для нас – это живая память людей, это людские судьбы наших педагогов и учеников. И я хотела бы поздравить всех коллег, ребят, родителей с праздником, с юбилеем гимназии, пожелать всем крепкого здоровья и удачи во всем том, что каждый для себя считает важным. Татьяна Крючкова, Виктор Хиврин, Вести 34.